Здравствуйте, девчонки! Вчера я ходила в магазин для шитья. То, что я вам показывала, я получила заказы. Ну и кое-что мне нужно было еще подкупить из моих швейных нужд. То, что мне нужно, то, что у меня заканчивается. Вот, мне нужно было подкупить. Сейчас вам покажу, что купила. Я в магазине не снимала, мы торопились, народу было много, мне снимать неудобно было. Тем более у меня поломался вот этот. Чем мы держим, ну, я не знаю, как это сказать по-русски. Ну, когда, ну, в общем, селфи-палка, можно так сказать. Там вот это крепление у меня отломалось, и у меня телефон вот так гуляет. Вот мешочек. Ой, вернее, это мой мешочек. Вот мешочек я купила. Это вот я, видите, убрала тут, что мне нужно было подобрать, какую подкладку. Ну, не все еще купила. Мне еще нужно предстоит ехать в другой магазин, это далеко находится, потому что там подкладку такую, как ей нужно, я не нашла. А это бывает только в фон. Ну, то есть такая она синтетика, но в ней не очень жарко. А под эту ткань нужно только такую подбирать ткань, подкладку. Так, показываю, что купила. Показываю, что купила. Батарейчик. Это не по швейным делам, но просто нам нужны батарейки. Закончились все. Просто в этом магазине продавалось. Так, это я купила подкладку. Под вот эту многострадальную ткань. зеленую. Хотя тут она не просвещается, но почему-то заказчица у меня особенная. Попросила, чтобы она как бы в облипку не было у нее, попросила вот хэбэшную катоновую подкладочку. Вот я купила. Дорожает все вообще на глазах. Следующее. Купила резинки. У меня сейчас, наверное, сейчас в последнее время вот не шаровары вот эти, которые на веревочке шьют, а шьют штанишки. А шьют штанишки. Поэтому резинки мне... Я последние штаны, у меня было заказчено четверо этих штаников пошить нужно было. И там, ну вот такие. Вот такого типа я вам показывала, да? Вот. И там мне нужно было четверо штаников. На три мне хватило резинки. На четвертый я буквально там нашла два кусочка, сшила и купила. Вот такая резинка. Вот я купила. 25 метров. Стоит 140. 140 рублей стоит 25 метров. Ну где-то не надо. Разделить надо. Это вот один инис, то есть два с половиной сантиметра ширина. Мне немножко, так как я оптовый покупатель, мне немножко подешевле дают. Вот тоже 25 метров резинка. Не буду этого раскрывать. Тут сантиметровая она. и она стоит 25 метров стоит 100 рупий. 100 рупий, да? Да, 100 рупий 25 метров. Ну, то есть 4 рупии метр. Вот. Это резинки. Это мне так белые писали. Ну, так он на бумажечке мне он немножечко скидку мне дает. Поэтому он так мне пишет. Купила вот такой золотистый кантик. Потому что тоже у меня заканчивается уже. И вот купила это вот пуговицы делать. вот пуговицы когда я обтягиваю вот у меня закончились. Это, конечно, мне хватит на 100 лет, потому что я те пуговицы покупала. Я один раз всего покупала наверное лет 20 назад. да, наверное лет 20 назад. И вот только сейчас они у меня закончились. Поэтому мне их даже много. Так. Ну, а тут ничего интересного. это я купила нитки. Нитки купила и купила вот еще купила мне под блузочку. Ой, он другую немножечко дал. Ну, ладно. это моя была. она тоже видите заканчивается, поэтому я покупаю. Вот эта блузочка я вам показывала. Тут нужно какой-то дизайн придумать. Она сказала мне вот такой золотистый золотистый вот такой кантик поставить, пришить. Я ей другой дизайн предлагала, но она сказала мне нужно попроще. Вот такой будет золотистый кантик. Вот такие веревочки я взяла. вот видите готовы они немножко разного оттенка, поэтому я взяла оба. Вот ей нужно вот это ей видите пошили из этой же ткани, оно такое неаккуратное. и вот эти весельки тоже ей нужно побогаче. То это все нужно заменить это кто-то шил. Вот поэтому я купила вот такие готовые уже шнуры и вот такой я купила вот такие веселечки купила я. Вот посмотрите у нее вот такая была на вот такой веревке вообще они привязали вообще ужас какой-то конечно просто вот привязали и все как они неаккуратно сделали и тут немножечко закрепили нитками ну в общем ей нужно заменить вот эту веревочку на блузки вот я купила вот такие потому что они очень дорогие тоже чтобы не сильно такие блузка простая вот такие стоимость этой весельки 50 рупий то есть пара стоит 100 вот я думаю вам хорошо видно чуть чуть побогаче и вот я купила нитку вот такая по-моему вот это вот больше подойдет это нет это с розовиночкой такой а вот это вот как раз веревочка это подойдет вот такая вот согласны со мной вот а еще так же купила иногда у меня просят маленькие смотрите какие хорошенькие вот два типа я купила смотрите какая хорошенькая тут иногда маленькую нужно повесить или вот такая и вот купила вот такие маленькие вот иногда вот такие маленькие веселечки видите как они с камушками и вот такая арма и вот такая это прям красивое золото бриллианты вот это прям красивое вот все мои покупки на сегодня и вот и вот и вот и вот тоже болеется. В общем, они у меня плохо работают, может тоже возраст. Хотя у нас женщины сколько работают и ничего. Раскладываю. 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 Лежит, видите ли, не там, где нужно. Так, краской мне уже пихать некуда. Давайте желтую вытащу, что ли. Зеленую сюда. Все в порядок. Все теперь я ложу по местам и начинаю работать. Снимать я прекращаю. Покажу вам потом, что у меня будет в готовом виде. Так, хотела закончить съемку. Ну вот, я говорю, пришла Телорша, и она не умеет... Моя девочка, которая... Хотела закончить съемку, но вот, я говорю, пришла моя швея. И у нее не получается, не хватает ткани на рукав. Она выкроила уже курта. И вот, нужна рука вот до локтя, а потом вот здесь вот такой... Ну как, по кругу. Валан. Это называется валан у нас. Вот, вот такой валан. То есть это нужно выкроить не по кругу. По кругу не хватает у меня ткани. Вот, на этот валан. Поэтому придется его... Ну, тут один шов-то будет, а здесь и второй шов будет. Что-нибудь придумаем на этот шов. Кто еще? А. Видимо, по силе накупится. Иппэн, кэблэн. А. Ипплэдра, елала. Сида. Сида. Она не может понять, где лицо, где изнанка. Но там действительно плохо видно. Немножечко больше блестит с лицевой стороны. Вот, видите? Нельзя на минуту даже оставить. Только я от нее ушла. Она, как у нее, не помещается выкроить вот этот рукав. То есть у меня ткани не хватает. Нам еще на обработку горловины вот этот кусочек нужен. Остальное все она вырезала. Замерила. Где-то у меня диаметр приблизительно должен быть 3 дюйма. Так, значит, я могу отсюда убрать. Так. Немножечко больше. Так вот, девочки, продолжаем. Вот, на этот рукав мы сейчас вырежем в этот валан. Я рассчитала. Вначале я немножко ошиблась, неправильно. Потом пересчитала, не получаю. Так. Мне нужно 4,5 дюйма. Вот у нас в дюймах расчет идет. Это где-то вот почти 12 сантиметров радиус. Сейчас выкраиваю валанчик. Сейчас еще раз проверю. Как я говорю, я всегда работаю. Так, 4,5. 4,5. Индейцы валанчик как выкроили? Вот так взяли. И все, половиночку. То есть с одной стороны у них прямо, а здесь вот так торчит. Вот. Но мы не халтурим. Правильно, девочки? Мы работаем добросовестно. Так, здесь сколько? Ой, а тут у меня хватит. 22. Эй, не хватает чуть-чуть. Ну ладно. Так, опять меняем. Немножечко там не хватает. Я думала тут. Хотя можно было сделать. Нет. Пока будет западать. 4,5. И тут 4,5. Сколько будет? 8,5. 18, да. Ну вот так. Все, вот это вот оптимальный вариант. Возьму теперь. Вот я тут начертила много всего. Карандашик возьму. И теперь будем мерять. Так. 4,5. Это радиус. Здесь сколько у нас? 4,5. И здесь уже вот столько. Почти 12 пинчей. Так, я вам поставила на ускоренное. И поэтому моя речь там смешно звучит. Поэтому я вам говорю. Ну вот тут я просто отмеряю. Размер волана, ширину волана. И вот окружность. Радиус откладываю. Вот. Теперь мы будем вырезать. Что-то я так туплю. Как-то медленно работаю. Наверное от жары. Сейчас еще раз померяю. Потому что, как говорится, 7 раз отмеряю. 1 раз отрежь. А я говорю, жара, наверное, действует. Вот я отрезаю 1 раз. Дождь покапал, когда был у нас вчера. И все. И вот когда прямой эфир был. Мне сорвал прямой эфир. Это был сильный дождь. А сейчас опять нет дождей. По кругу не получается. Ткани нет. Вот осталась ткань. Нам нужно обработать горловину еще. И там немножко. Ну на пояс там можно подобрать это. На пояс можно еще чего-нибудь там добавить. Ну ничего, пойдет. У меня вообще хуже было. У меня тут хоть какой-то получился. Вот, девочки мои. Теперь уже все. Ну вот и все, дорогие мои. Огромное вам спасибо, что подписались. Что ставите лайки. Что пишите мне свои комментарии. А те, кто не подписался, приходите, попробуйте. Может быть вам понравится на моем канале. Здоровья, счастья и долгих лет жизни.